Максимальная собранность. Так, ёлка. Климентий Сычёв. Ё-моё, как мы с ним счёт так грустный. Слутки в сторону. Ладно. Давай, Тимушку. И четыре. Сляночка, вариант Алапина. Дай-ка, у него шесть по-мужски. Их чудо пять. Надоело. Надоело. Донатик ещё 500 рублей. Спасибо огромное. Спасибо огромное. После партии обязательно прочтём. Надеюсь, сказать, ничего ещё не успел перепутать. Так, вот у меня тут с Ваней Елецким была как раз вживую тут партия. Так. Но там было по-другому. Жизённого измерения. Ё-моё. Так уместно сыграть. В общем, какой-то этот Волжский Гамбит или перевёрнутый Гамбит Ильшадо, господа, как вам больше нравится? Спасибо огромное. Мне это, конечно, всё нравится не особо, но приходится для того, чтобы там претендовать. Пока не понимаю. В этой жизни и в этом турнире. Что ещё важнее? Спасибо огромное, Тимурлана. Важнейший момент, чем бить на А4. Вариантов много. Ленский. Ферс-4, Ферс-4, Ферс-5, я же не могу сыграть, да? Тут как бы есть над чем задуматься. Ну, ко нему есть над чем задуматься, господа. Ладно, в любом случае, Ферс-4 играем. А сюда? Это Лабе. Ферс-5, Ферс-5, Голуба. Неожиданно. В общем, не надо переживать, я согласен, да, но хочется, понимаете... Да, лишнюю пешку пока сохраняем. Ферс-4, вот я чувствовал, что что-то там такое я натворил. Сиба огромнейшая всем за поддержку, но сейчас... Бодибурдийный этап. Сейчас реально нету, чтобы не совершенно на это реагировать. Если я сейчас нормально рокируюсь, то всё в порядке. Ух, так, так, так. Ну что если нет? Так, так, так. Вот даже думать не хочется. Кстати, на Ф-3 висит. Висит на Ф-3. Может даже стрелы ударить. Трудно посчитать, времени мало. Ну, кстати, это могло быть интересно. Давай сейчас, Саш, 4. Если хочешь на Ф-3 отдавать, пускай отдаёт. Что-то бить уже пора. Пускай отдаёт. Лишняя пешка сохраняется, хотя, конечно, что компенсация уже достойная. Конь куда-то залезает. Рокировка возможна. Может вообще у них сейчас перевес. Да, наверное, я зарядал, видимо, всё. А больше пока и не мечтал бы. Так, конь Д-3 какой. Давайте, наверное, лишняя пешка. Но настолько ужасно, что... Дальше был много. Как-то это не то пальто. Это тухленькое, для которого я хотел. Я другое пальто хочу. В общем, как-то вроде есть какие-то надежды, что как-то всё найдётся. Пан, Д-3 попробую как-то так хотя бы выбраться. Тут Лай-Д-1 подвязали. Так, с коня он подвязал. Это он сделал, в общем-то, неплохо, конечно. Ну, конь может немножко зависнуть. Такого нету. Самая малость. Ладно, что делать. Так, и сюда. Конь Е4. Уже у него будет ход конь Е4. Переделайте, а. Матросы пьяные. Команда в расстройстве. А нам нужно всё-таки ударный финиш провести. Иначе как-то и не поможется. Он Е3, конь подвал, одеться один. В предыдущем уже мало. Он же 5 классно ход обрисает. Что-то где-то. На Е7 нападаю. И хочу конь Е4. Какой-то странный ход. Слонжение 5. У него же на Бжлаке. Такая зияющая дыра. Так. Тут как-то хотя бы какую-то мы... Хорошо, но... Только для меня. Всё-таки эту хрень. Чёрт. Так, сводь и как. Ну, будем жить. Не обещаю богатства большого, прибыли, счастья. Сам говорил и сам забудем. Вася семья. Глубоко убежнилась. Так. Пешечки отъедаем. Блин, ну что-то я в шоке. Насколько же всё быстро тут происходит в этом турнике. Давайте как-то так. Ну, какая-то объективная, конечно, абсолютно безнадежная позиция. Так, делаем вид, что боремся. В своём стиле штормалов. Для приличия. Ферз Д-7 какой-то есть межский ход. Для приличного приличия. Как-то, ну, ладно. Если уж так вышло, что теперь делать? Понятно, что позиция безнадёжная. Очки нет. Ну, вы держитесь. Вводится как на... Сюда. Два фланга слон работает. Соберём ладейку под прицел. Ну, кстати, король, как ни странно, вроде выглядит очень слабо, но чёрным так легко до него быстро не добраться. То есть, если довести всё до ума. Я пешку Б хочу пихать потихоньку. Если сейчас на кое-нибудь ДБ-6 там, например, отойдёт. Ну, кто знает. Всякое может случиться. Спокойнее. Так, давай конь Е4. А, правда, он даже ладья Б8, видимо, может сыграть. Конь Д6, я думал, что у меня работает на ДБ-6. Посмотрим Б7. Будем умиротворёнными пиратами. В своём роде даже медитирующими. Ну, блин. Ой, как-то, конечно, всё это раздражает меня всё равно безумно. Называется. Нездоровая активность вокруг моего короля. Так, ну, кстати, на ладья Б4 там конь Д6 и ферзь А8, ферзь А1. Времени маловато, хочется чего-то более убедительного. Так, вроде ничего не зимнул. Ферзь А6 нет, то есть у нас 6 отвлечения. Или, всё-таки, уже... Если король по 8-й, я продолжаешь шевать, он закрыт снизу. Ферзь А6 нет. Ферзь А6 нет. Ферзь А6 нет. Блин. Это купление не было. В этой партии всё-таки ускорится маленько. Абсолютно всё. Абсолютно всё. Абсолютно всё. Абсолютно всё. На тайм-рак. Да. Но пока как-то. Главное всё ещё. Ладно, ладно. Но в 4-ем даже ладить шевельная. Нет, шлёпингом каким-то закончится ужасным. Шах тебя. Я там что-то без ладиней остался где-то. Потенциально защитил салат. Ну, вроде как. Ну, так по себе, скажем. Деталь. Какое себя. Скажу честно. Верит, свернул деталь на базу. Да, ферзи он меняет кэш и грамотно. Вереграм. Опа, стоп. Ну да, тут с таким временем в любом случае уже без шансов. Ладно, сдался. Ну ладно, кое-как выиграли. Так, Митя меня перекатал. С грехом пополам. Митя, конечно, сильнее играет. Миротворёнными пиратами, да. Видите, как господа. Очень тяжело бороться. Ну, как-то вырвали. Хотя мы живы, я один раз обыгрывал. Какой-то там делёшь чего-то с чем-то. Ну, не вон, а непонятно пара. Раз обыгрывал. Но пока что до реального счастья далеко. Три партии. В целом, мисс, там очень тяжко. Стабильно. Три партии полус ноли, это вам не хохры-мухры. Ладно, проиграли. Да, конечно, два раза проиграл я глупо. Я глупо проигрывал. Ну, ничего, не шанса. На финише надо хотя бы два из трех набирать. Если хотя бы два из трех набираем. Теперь хочется чего-то нормального, да. Вообще, паниковать не будем. Салтычки.